Включи все динамики в доме! Время говорить, меня зовут Ольга Продан. И у нас сегодня в студии лидер группы «Свобода» музыкант Максим Анисимов. Привет, Ольга, очень приятно в гости прийти. Здравствуй, Максим. И чтобы зрителей сразу познакомить с твоим творчеством, я думаю, ты нам сейчас сыграешь что-нибудь легкое. Сыграем, сыграем. Субтитры делал DimaTorzok Весна, расчеши свои локоны бережно, и найди свое платьице с кедами и наушники с песнями группы «Фалс». Это твой день, это твой мир. Зачем тебе свет? Ты ярче планет. Все блогеры пишут о тебе. Ты атомный взрыв, последний герой. Ты главное чудо на земле. Мы дышим тобой, твоей красотой. Нам больше не нужен кислород, праздник цветов и тысячи слав. Только о тебе. Ты мчишься вагоном, метро. Небо лет заполнит все лужи дождем. Пробеги по ним радугой утренней. Закали себе волосы в васильке и наполни наш мир весной и теплом. Это твой день, это твой мир. Зачем тебе свет? Ты ярче планет. Все блогеры пишут о тебе. Ты атомный взрыв, последний герой. Ты главное чудо на земле. Мы дышим тобой, твоей красотой. Нам больше не нужен кислород, праздник цветов и тысячи слав. Только о тебе. Максим, ну теперь расскажи, как у вас складываются дела в столице. Все ли надежды оправдались? Ой, ты знаешь, складываются они, складываются постепенно, медленно, но верно. Надежды, конечно, не оправдались сразу, потому что мы-то ехали, ну здесь мы были, ну играли, в общем, все было хорошо. Мы приехали, я думаю, мы сейчас за два месяца там все сделаем, будем играть. Мне понадобилось полтора года, чтобы хотя бы начались концерты какие-то. Первые полгода была вообще просто жесть. Ничего не было. Один концерт у нас был за год. Один концерт, потому что, ну на мой взгляд, там очень все плохо с музыкальной индустрией, со сценой. В принципе, вот люди не ходят, как мне кажется, на концерты групп таких андеграундных, непопулярных. По сравнению с Владивостоком это просто небо и земля, огонь, ветер, вода. Короче, все совсем по-другому обстоит. Но все-таки во Владивостоке у вас уже были свои поклонники, и я помню этот последний концерт, я удивилась, что вы уезжаете. Почему вы приняли такое решение вдруг? Ну ты помнишь последний концерт? Было много народу? Я считаю, что было достаточно, но, видимо, для вас было немного. Нет, для нас это было много, и мы очень рады, что народ пришел. И, блин, вообще во Владивостоке очень крутые концерты были самые лучшие. И вот с удовольствием отыграю его еще один. Но поехали мы, потому что надо куда-то двигаться дальше. Мне кажется, во Владивостоке было еще не все закончено, или все-таки хотелось уже больше? Может быть, можно, знаешь, было поиграть еще год, и, допустим, пришло бы не 200 человек, а 300. Потом поиграть еще год, и пришло бы уже 350. И мы подумали, что нужно ехать туда и потратить год на то, чтобы пришло не 350, а 1000. Хорошо, но ты говоришь, что вот полтора года, да, вы сколько даже, ну хорошо, полгода, да, как-то ничего не было хорошего, да, не складывалось как-то? Почему? То есть вы пытались или не хотели вас принимать на площадках? Смотри, ты приезжаешь туда, там у тебя ничего нет совсем. И мы начали, ну, квартиры искать, работы искать. Это все очень, ну, тяжело и долго, пока ты там обоснуешься. Незнакомых тоже мало было. Вот. И вот на это понадобилось полгода. Потом как-то мы начали пытаться, а, нам же нужно было найти еще музыкантов, это вообще был ужас. Не хватало? Мы поехали вдвоем с басистом, с Ваней Кудиновым. То есть не вся группа уехала? Ну да, то есть мы как бы с ним собрались и как костяк основной уехали туда, и вот мы вдвоем нашли барабанчика, нашли гитариста, потом нашли другого гитариста. Пара концертов мы поняли, что просто нет площадок, нет таких клубов крутых, как у нас, когда ты им... Клуб тебе звонит, арт-директор говорит, чуваки, че вы там, как у нас было, первый наш концерт в BSB легендарный, и просто позвонил нам арт-директор, Кравченко, он тебе сказал, ребята, что-то я слышал демки, вы собрались, что ли, идите играть в сольник. Такого нет там, никто тебе никогда не позвонит, и если ты им звонишь, они говорят, че, кто ты вообще такой? Ну так это же нормально, вы приехали в столицу, да, неизвестные ребята, вас должны сначала узнать, может быть вы пробовали сначала играть в каких-то открытых площадках? Там этого мало, мало, серьезно тебе говорю. Ну то есть, и хорошо, какой тогда был выход, какой был первый концерт, сколько людей пришло? Последние полгода у нас пошли концерты, где-то раза два-три концерта в месяц обильно мы играем, мы хотя бы играем, это хорошо, и чем дальше, тем лучше, нас начинают узнавать, приходят уже, сначала приходило два человека, сейчас там 20, начались какие-то фестивали, на вертолетах мы катались, помню, было прикольно. На вертолетах, это что? Да, мы ехали, мы, значит, летом играли на фестивале каком-то, это был не фестиваль, это был, как же называться, какой-то международный, значит, чемпионат по вертолетному спорту, мы туда приехали играть, нас катали на Ми-2, асы, вот мы там, это я на всю жизнь запомнил. Вы прямо с вертолета играли? Не, ну мы играем, а вертолеты катаются. Хорошо, как зрители встречают вас теперь в Москве? Как зрители? Ну что мне тебе ответить? Великолепно. Какая реакция? Лучше, лучше, хуже, я не знаю, подходит после концертов, пишет в соцсетях, какие вы классные, или все-таки вся теплая аудитория осталась здесь, в Владивостоке? Я, знаешь, не знаю, чего тебе ответить на это, но, нет, там появляются люди такие, появляются постепенно, да, которые подписываются в группу, ходят на концерты, но все это происходит крайне медленно. Тем более мы очень тянем с альбомом, тянем с этим видео, красиво мы сняли очень крутое видео, лайв в студии, и все это вот тянется. И опять же, там в Москве другая история с этим всем. Тебе нужно выпустить альбом и каким-то образом его пропиарить, не канает просто выступать в клубах. Вот мы как здесь? Мы просто выступали в клубах. Выступали, выступали, потом пришло весь человек. Там так не получается, там нужно вот какой-то уже бизнес, вот этот шоу-бизнес. Хорошо, но не жалеешь, что уехали? Нет, не жалею. То есть вернуться нет в планы? Пока нет. Я вернусь, если там ничего не получится. Или если получится, вернусь. Ну ты сейчас приехал просто к друзьям, к родителям, увидеть близких и решил, что просто выступить практически сольно, если я не ошибаюсь, или у тебя там на сцене будет какая-то поддержка? Это вообще история. Я приезжаю, и начинается. Прям народ что-то звонит, пишет, вот ты написала мне. Чувак написал с этого, с радио, тот по соседству. И как бы оп-оп, и мне как бы написал директор клуба, сказал, алло, ой, не директор, арт-директор клуба, и говорит, выступай, иди сольно. Такой, а почему? Нет, круто. Я обрадовался, думаю, помнят нас здесь, значит. Позвонил ребятам, музыкантам, рыцарям Мещеряковским позвонил, они такие, тоже согласились с удовольствием. Егорка, наш бывший барабанщик тоже. Так что мы подготовили сет клевый, часовой. Ты приходи обязательно. Спасибо, я думаю, обязательно приду послушать. Еще очень, конечно, интересно, кто придет. Очень интересно. Да, как вас встретят, как тебя встретят. Как уже тебя встретили, кстати? Очень круто встретили. Ты проводил время на море, да, я так понимаю? Я сразу ехал, я с аэропорта, я сразу поехал в море. Максим, но я еще не могу, конечно, не вернуться к вопросу о музыке, которую вы сейчас пишете. Какие у вас там новые музыканты появились? Как вообще отношения теперь в группе складываются? Мы нашли барабанщика. Хорошего, из Тольятти. И вот он, барабанщик из Тольятти, Рома, он влился полностью в коллектив. И это очень радостно. Очень тяжелый человек, который будет с тобой дышать группой и считать полностью своей. Так что у нас теперь банда. И песни пишем. Мы хотим теперь легкого. Мы вот переслушали с Ваней, с басистом Ваней. Мы переслушали Radiohead. Очень много. Очень много альбомов. Очень продолжительно это делали. И теперь, естественно, нам хочется переделать весь наш рок в какую-нибудь интересную штуковину. И все это, я надеюсь, хотя бы чуть-чуть как-то будет в этом альбоме долгожданном, который мы скоро выпустим, честное слово. Ну, когда планируете? А я не спрашиваю, когда. Меня предъявляют потом. Вот там ты сказал, что через месяц, а уже прошло полгода. Скоро. Будет все, честно, будет хорошо. Ну, то есть фанатам стоит ждать, что направление музыки изменится, да? То есть подача другая, мотивы другие, тексты, песен, темы. Тексты, темы, мотивы останутся прежними. Про любовь, про море и про дом. Но я думаю, все станет более попсово, более современно. А раньше все-таки вы в такую более роковую историю, да? Ну, раньше было в андеграунде. А сейчас будет... Слушай, а почему тогда такие изменения? Это все-таки зависит от того, что вы переехали? Нет, это от состояния. Мы взрослеем, нам хочется другого. А чего сейчас тебе хочется? Сейчас мне хочется ровного бита. Ну, то есть по ощущениям у тебя сейчас так без перепадов, да, по жизни? Все хорошо, все спокойно. Наверное, поэтому и музыка меняется. Ой, нет, у меня с ней все хорошо. У меня все плохо. Этот год был отродительный, я тебе точно скажу. Что случилось? Ну, я просто про окружающую действительность и жизненные ситуации очень плохой год. Я надеюсь, что он еще исправится, у него еще есть время и шанс исправиться в этом году. Все исключительно из-за музыки. Не в жизни дело. И не в обстоятельствах окружающих. Просто ты, чем дольше ты этим занимаешься, тем больше у тебя сформировается свое какое-то, не знаю, чувство музыки. И оно меняется постоянно. Сейчас нам хочется делать так. Через год, может быть, мы будем, я не знаю, вообще электронику какую-нибудь играть. Очень интересно. Ну, конечно, хочется еще послушать о планах. Сейчас сделаем с тобой небольшую паузу в разговоре. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Продолжение следует... Максим, ну что можно еще сказать про новый альбом, который стоит ждать? Новый альбом будет Он будет скоро, как только мы его сведем Наверное, мы все записали Там, в этом альбоме, в новом, будут песни Неожиданно И они будут, как я надеюсь Надеюсь, попсовыми такими, с веселым, легким настроением. Хочется уже убрать эту, как это, тотальную, смертельную грусть и тоску, потому что сейчас не хочется такого. Хочется веселого, какого-то мелодичного, хитового звучания, и я очень надеюсь, что там такое будет. Кстати, Максим, извини, если тебя заденет этот вопрос, но я слышала, что сравнивали ваши песни с песнями «Мумитролли». Ну, сравнивать не песни, сравнивать голос, скорее всего. Голос и подачу, может быть, нет? Да, сравнивать. Что ты на это можешь сказать? Что я на это можешь сказать? Даже если это и так, он уже старый, а мы молодые. Сейчас Илья Игоревич услышит. Илья Игоревич, привет. Ну, то есть... Да нет, ну что я поделаю. Это просто, как я считаю, прием, которым следует петь вообще всем. Мяуканье, ты сглаживаешь наш язык, бш-ж-к, брр, ну что это такое? И нужно сглаживать, а он хорошо придумал. Деваешь, бш-ж-ж, добавляешь гласные туда, где не надо их добавлять. И получается, похоже на иностранные английские. А это клево. У них суперский язык для песен. А поскольку мы не можем и не хотим петь на английском, делаем так. А, кстати, у вас нет песен, да, на английском? Нет. И не будет? Не будет. А почему это такая принципиальная? На английском петь. Ага. Я его не произношу. Мне надо было бы пожить там лет 10, наверное, и тогда можно было петь. Я на нем не мыслю и не пою. Максим, а может быть ты дашь еще какой-нибудь совет музыкантам, начинающим? Ведь на тот момент вас можно было называть начинающими, когда вы уезжали из Владивостока? Если вот хотя бы рассказать, что-то сделать. Что же нельзя, да, на нас начинающими? Хочется начинающими быть. Почему? Ну, типа, еще все впереди. И совет музыкантам я дам, да. Нужно играть много. Играть и ничего не бояться, идти вперед. Это очень важно. Как сделали вы когда-то? Ну, да. Хорошо. Что ждать зрителям от концерта? Когда он состоится? Так, концерт пройдет 12 сентября сегодня. 12 сентября. В полдесятого приходите все. И в 10 мы начнем 100%. Мы будем играть... В 10 вечера, естественно. Да, в 10 вечера. Мало, может быть и там утренник. В 22.00. Буду я, будут рыцари из группы Мещерякова и будет Егор. Это крутые все музыканты нашей Владивостокской сцены. Мы будем играть песни группы Свобода. И все будет. Тише будет, динамики будет и пара-тройка новых вещей, которые... Только так, только так. То есть и старые какие-то песни, и новые, да, можно было послушать? Хорошо. А пообщаться с тобой смогут? Да как всегда, напьемся, конечно, все. Приходите. Максим, а может быть еще будут какие-нибудь квартирники? Я боюсь, что нет. Все, это единственное... Единственное? Да, так что у вас мало шансов. И приедем мы потом, ну, ну, зимой мы точно не приедем. Очень хочется приехать, на самом деле, бандой. Ну, взять Ваню, Рому, приехать и сыграть. Потому что, ну, все-таки это не будет прям то, что мы играем. Это... Мы же все-таки группа. Вот. Будет что-то около того. Все-таки очень хочется, чтобы вы приехали все вместе. Чтобы ты приехал, да, не один. И как-то и пообщались, наверное, и с фанатами вашими, которые здесь остались. По вам скучают, пишут за Владивосток? Вроде пишут чуть-чуть. Просит вернуться? Ну, с находки пишут почему-то. Мы там выступили один раз, они пишут, где-то находку приезжайте. А в находке клево. А, кстати, нет идеи проехать, может быть, по каким-то городам еще что-то сыграть? Я вообще хочу проехать везде и поиграть. Мы все хотим. Но для этого надо написать альбом. Мы напишем альбом и проедем везде. С альбомом. Честное слово. Хорошо. Максим, спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Я еще хочу напомнить, что концерт твой пройдет на одной из известных площадок города, да, рок-площадок. А где и вообще все подробности концерта можно увидеть в группе ВКонтакте, да, наверное? Да, в группе ВКонтакте или в Инстаграме. Или в Инстаграме. Спасибо тебе большое. Спасибо, что, да, ты пришел в гости к нам на время говорить. И хотелось бы, чтобы ты, наверное, напоследок нам что-то сыграл. Да, я сыграю «Нам пора ехать домой». Такая песня. Отлично. Перестук колес. Запах бензина. Ехать домой. Ехать домой. Там, где тебя любят и ждут. Перестук колес. Запах бензина. Запах бензина. Перестук колес. Запах бензина. Там, где тебя любят и ждут. Субтитры создавал DimaTorzok Любят и ждут